Ну что ж, последние небольшие подготовки к дальнейшим играм и продолжения Виннер Брекета и его финала. В финале сетки победителей, сетки Виннеров. Встреча с командой TSG против команды TDM уже во второй игре Best of 3. И первая группа команда Stey Green уже победила. Ребята поменялись местами, соответственно теперь Stey Green играет за Легион. И это Swindle Mellons, Hesu, Zifrex, Sleeks и Chessy. Против них команда TDM еле-еле, еле-еле было победить команде Stey Green в первой игре. И в общем было очень интересно. Хотя у TDM после неожиданного рефрешера больше классных тимфатов не получалось. Но именно первый тимфат был супер крутой. Но это пропушить, к сожалению, не вышло. Ну по результатам первой игры 1-0 мы имеем. И Хеллборн, команда Трейдмарк и Спортс. Текущий победитель по результатам DreamHack Winter. И это Майнат, Слим, Фитске, Нубджи и Зай. И, собственно, именно в таком порядке, как вы видите, у них немного необычные никнеймы, потому что они их регистрировали на Гарена Азия. И регистрировали, какие попадались. Их достаточно известные имена. И, соответственно, их никнеймы на различных серверах прилично заняты. Итак, Leon Stay Green. Это Pebbles, Warbeast, Torture, Master Wars и Офелия. Офелия удали из Чесси. И я буду наслаждаться его игрой однозначно. Хеллборн, команда Трейдмарк. И это Кипер of the Forest, The Mattershaman, Pyromancer, Hammerstorm и Bubbles. И good luck и have fun. Мы желаем обоим командам. И особенно нам. Будем надеяться, что это не будет часовая игра, как в прошлое. А что-то поактивнее. Опять, опять Майнатс на Кипере. В прошлый раз ему, правда, позволили играть Лес. В этот раз, наверное, будет все-таки по-твоему того же Зай на Бабулсу на Хардане. Успеет, успеет добежать, чтобы завардить. Демет в Шаман, он же Лим, вверху Хаммер Пиро. Демет в Соло Мидл Лайн. Неужели будет именно так? Зифрик теперь на торте. Суппорти в торт, как в прошлой игре, суппорти в пьяновансер. Посмотрим, что нам покажут Зифрик на этот раз. Стей Грин. Однозначно в форме. Однозначно очень хорошо выступают. И я думаю, что пока фраги не происходят, мы разыграем еще один подарочек. И еще один вопросик из нашей викторины. Команды двигаются в одну и в другую сторону. И это будет Инфернал Бегемот Аватара. Аватарка Бегемота. Инфернального и очень крутого. Итак, вопрос, на который сейчас вам нужно будет давать ответ на LiveGarener.ru и его чате. Сколько маны выживает, выжигает электрик третьим скиллом при максимальной прокачке этого скилла. Сколько маны выжигает электрик третьим скиллом при максимальной прокачке этого скилла. Варды уже расставлены, а мы ждем правильных ответов на LiveGarener.ru. пока нет ну где 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 есть правильный ответ и это и это и это и это хорош память ребята 12 процентов правильный ответ 12 процентов правильный ответ и установить победителя мы сейчас уже сможем кипер помогает своему бабусу отводя задерживая крипов чтобы может быть почти не кондишен правильный ответ дал на этот вопрос и он получает аватарку инфернал бегимов с чем мы его и поздравляем и продолжаем наблюдать за игрой команды ст игры играющий за легион и команды тире а мы играющий за хэлборн по праву топ-2 команды мирового масштаба продолжают нашу игру пределах джесса 13 по яблз на котором играть свиндл меланс со щитком кстати чужими бобрами подстопил крипов и соответственно отвод крипов деревом не дал необходимого бусто бабусу за и здесь будет страдает страдать и мучиться скорее всего мидлайн сликс против лимпа моа против дэмэнтед шаман и сликс только что сыграл нам мастер вармсе и показал нам очень хорошую интересную игру офелия чеси лесная магия в испании лучшего игрока на теле в мире чеси несколько лет за подряд признавался лучшим лесником среди вообще всех и он известно очень хорошо известно то что именно он лучшие артиллер из возможных тезу терпит на варбисте терпит причем по сути против триплы у хаммершторма некоторые проблемы с борьбой с крипами и у него очень немало немного осталось это хэлспоушн и нет никаких бобров больше никакого регена соответственно у нук джим а я был сброшен бабус понимает что ему не узи зла не очень и он пошел кемпинг нижнюю руну и нашел там руну иллюзий а торпиус афелия в лесу вместе пармят немного шарит экспу свою афелии честь из торча раме зи фрик смещается на мидлайн а волк все еще первый хаммер уже четвертый вот старый левел вторая скилл и бафс и команде не много не мало но 11 дэмэджа а нет 4 дэмэджа все 11 до 11 всем героям 4 дэмэджа всем крипам кстати вообще тут очень-очень-очень крикливые и тут просто находится стенд стилсириес стенд рейзер стенд инвидия и на каждом из них проходит все время что-нибудь поэтому все постоянно кричат а но и и и Пауза для команды ТДМ и опять небольшие проблемы со звуком. Готовы сейчас снимать паузу, не переживайте. Бабус еще первого левела, особо знаю, не дают фармиться, хотя вот сейчас хотя бы второй он уже получит и немножко спокойнее сможет себя чувствовать, когда прокачает тейкавер. Второй левел уже не за горами и он его ждет, здесь правда есть Вардик, его же правда Вардик и Вардовер Волочная Дзифрика. Вардовер Волочная Дзифрика не помог и пул до сих пор не появлялся. Очень хочет второй левел Бабус, но пока ему не дают этого сделать. Сегодня будет еще достаточно много игр, сегодня мы... Ой, въезд по Дементед Шавану до Миллани, это фраг на Олимпе! Всего на один вкач на него был на Брэнкову, на три вкач на Тенгл и агрессивный Дементед Шаван не смог засеявить себя в троих. Офелия, Мастер Вармс и Туарт участвовали в этом ганке и он был вполне успешный враг для Зифрика и первый враг для команды Легиона. Стэй Грин немножко тащит. Майнац выходит из-за, чтобы сдержать пуш. Ему это удается. Вверху проблема варбиста. Новый стан у Хаммера через три. И не получается уйти ТДМ. Открывают счеты со своей стороны, это один-один. Ну давайте, скоро Казатема чуть-чуть отойдет и значит мы не смогу я раздавать вопросы, поэтому давайте какой-нибудь таунт разыграем. Народ просит таунт, таунт вам будет. Итак, следующий вопрос нашей викторины. Сколько урона наносит стики-бомб? Максимум дэмэджа, который наносит стики-бомб бомбера. Давайте правильный ответ и пошло в чат, только не сильно спамьте. Как только я скажу, что правильный ответ уже есть, уже есть правильный ответ. И это Керакуз. Керакуз, поздравляем, тебе достается таунт, который так был выброшен, не знаю, тобой ли или нет. Но таунт тебе будет. И это Акмэ таунт для Керакуз. Поздравляю. Пуш-миделлайна от Демэнтед Шамана. Ульта Филии, наверное, на Пуш-тауэре так и есть. И это Т1-тауэр для команды Сайгрин. Уже сейчас вполне успешный ход. И 2500 преимущества для СГ уже. Второй айток. Один Минотаврик танкует все на свете. И ребята должны справиться с этим пушем. Хотя и у Зайца Фортификацион, хотя здесь есть и дерево 6-го левела. Но, наверное, это никак не поможет достанет ли ультой Майнац Стан. Проблема у Зифрика и мы с ним прощаемся. Но это 4 ДПшки на верхнюю линию. 4 ДПшки. Развели. Хорошо. Тауэр забрали. Хорошо. Отдали торта. Так и быть бывает. Второй фраг для команды Хеллборна. И ТДВМ ведет 2-1. Нет, ответов ни у кого заранее нет. Ответы знает, хоть знают очень немногие, но их никто не раздавал. Ну как можно варбистом лайн стать? Точно так же, как и киперам. У него тоже и самоны, и варбист. Достаточно легко стоит свою сайтлайн. Я хочу вам сказать, что даже неплохо левеляется. Конечно, против 7-го Хаммершторма ему не сильно хорошо. Но 5-й левел он имеет уже, в отличие от Бабус, имеет только 3-й. Поэтому сейчас Хезус свой хардлайн оставил лучшим. И он пожертвовал лесом ради Эфилии. Это принесло свои плоты. За Динайли Тауэр. Хорошо. Кипер. Пуш реализовал, но денег добыл маловато. За Динайли Тауэр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скоро, похоже, предвидится Steam будет с Bubbles на NVIDIA, подсказывает своему тиммейту, что тут много пушеров. Здесь есть Волк, Торт и Моа. То, что просите вы, дорогие зрители, вопрос или не просите, это никак не связано с тем, задаем ли я его или нет. Когда приходит Казатёма, даёт мне вопрос, а тут же он появляется в эфире. Поэтому разве что просьбу с Таунтом я смог удовлетворить. Ну а вот вопрос, как только будет удобный момент, я ещё задам до ухода Казатёма ещё один точно. Ну а потом какой-то небольшой перерыв, и мы сможем. Ой, есть отличный въезд по дереву. Хороший ТП от Пэблса и фраг. Фраг на майнате. СГ сравнили счёт это 2-2. Они хотят драться. Филе и Ульта Уэлла. И Торта немного сейвала. И уже ждут на Таврике ТПшки. ТПшку отменяет, отменяет ТПшку Кипер, который уже выкупился. И его выкуп только что задефал Тауэр. Ребята, наверное, будут расходиться. Выкуп дерева. Это уже достаточно хороший результат этого Пуша. Ну а мы сейчас разыграем Альтоватарку Трэмбла. Это будет квадропот Трэмбл. И вопрос достаточно несложный. Поэтому быстро вы будете угадывать. И, соответственно, быстро найдётся победитель. Не спамьте в чат. Итак, сколько маны дрейнит Сукуба во время своего ульта? Сколько маны забирает у оппонента Сукубус, пока ультует? Пока нет, правильно. Пока нет. Есть правильный ответ. Был, 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 был. Всё, хватит память. Это правильный ответ. 5% в секунду. В секунду дрейнит 5% Сукубус. И это правильный ответ. И он уже был в чате, я его видел. 5% в секунду от Макс Маны. Это же, это правильный ответ. Ульта до 5 секунд, но он не всегда 5 секунд катается. Поэтому ответ правильный, это именно 5% в секунду. Я профессионал, я всегда хорошо замечаю. Правильный ответ дал Color Splash. И я его поздравляю с получением QuadroPot Travel Avatar. И наша викторина на маленькую паузу становится, пока Козы Тёма ушёл искать еду, женщин, развлечений, Blackjack. Не знаю, зачем. В общем, на какое-то время он удалился. И вопросов викторины немного, но короткое время не будет. Зато будет игра команды СГ против команды ТДМ, где СГ в раундапе уже ведут 1-0. Но в этой игре у ТДМов тоже шанс не маленький. Как, в общем-то, и всегда. Это очень близкие по скилу команды. Я бы сказал, практически равные. Хотя сейчас у СГ явно винстрик. 2-2 счёт. И немного, 3-700 голды и 1000 экспы за Легионом, за командой СТ-игрим. Я тут выпил 5 банок энергайзера какого-то. В танец чувствую, пойду. А что такое норм-вопросы? Если говорят норм-вопросы, это, например, какой? Задавайте. Посмотрим, что получится. Ну, 3-500, это, по сути, 2 Таура. Оп, есть, 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 есть. По Бэвелсу сможет ли, сможет ли что-то дальше делать. Бэвелсу соедет мастер-аварса ульта. Бабус, к сожалению, до сих пор не шестой. Бэвелсу 13 секунд сгулал на порталке. Попадание станет по Хармшторму, но... Хаммер уже в инвизе. Ульта Фиоли была потрачена на то, чтобы похилить крипов, но въезд по Киперу будет хороший. Кипер успел уходить, но за эту ульту никто ничего не успел сделать. Стои Грины в отличной форме. Варбис. Стан по берегу. Вот я стану Хаммер Фиоли, но пиромайстеры все-таки заберут. Бабус! Въезжает. У него не хватает. Он поставил ульту, немножко засейвил своих тиммейтов, но... Это по факту все равно не принесло никакого килла команда ТДМ. Минус 2 сделали команда Сайгрин. Сейчас им достанется еще один Тауэр. И это уже будет больше 6000 золота преимущества. Это много. На самом деле Стал от Хаммера был очень хорошим по крипам. Он развел эфирию на ульту, которая была не сильно выгодна команде. Плохо, чтобы в этот момент Кипер оказался в центре тимфайта. Дал свою ульту и по ней никто не продолжил. Но явно с самого начала игры какая-то проблема с коммуникацией. У команды у них то скайп падает, то еще что-нибудь. Ну и вы себе не представляете, как сложно здесь играть, потому что здесь очень громко. Напоминаю я о том, что мы на Лане, на Джессе, алгоритм Старлик 2013 в городе Бангкок, страна Таиланд. Это самый топовый ивент вообще в киберспорте на текущий момент. И он почти полностью, даже я бы сказал, полностью посвящен именно игре Heroes of Universe, которая здесь в Саиланде занимает первое место по популярности. И это у нас финалы winner bracket, финалы сетки победителей. В ней встретились команда Stey Green и команда TDM. И проигравшая команда в этом раундапе, в котором уже 1-0 выиграет SG, упадет просто в лузеров. То есть она и будет играть дальше и попадет она сразу в лузерс финал. И, соответственно, там будет через лузерс сетку пробивать свое место, свой путь в гранд-финал этого турнира. Пеблос! Въезд по коммерсторму, коммерсторм не следует регионе, въезд по Пеблосу. Пеблоса селят всеми возможными способами. Уиздейцы и мастер в Армс, и Офеля все поучаствовали. И Пеблос спасен. Минус 2, минус 3, минус 4 игрока команды TDM. И это геноцид! В обмен на никого! SG просто в идеальной форме. Сейчас замечательнейшим образом проведен тимфайт. Не стали еще грены командой мира номер один. Как только они заслужат хоть один титул, например, на GSL первое место, тогда я соглашусь с этим мнением. То, что они сейчас сильнейшие, это да. Ну, то, что они команда мира номер один, ну, вот тут еще не получилось. Премия еще не выписала. Входе на интересный самый большой ММР у NUPG. Вот, сейчас он играет на Хамешторме. 2072, по-моему, выше типа того. Вон консид! Это победа команды Stey Green! 9-2! Неожиданно достаточно консид! Хотели, но не хотели продолжать, ребята! И СГА побеждают 2-0 в финалах Winner Bracket. Я не ожидал такого быстрого консида, но все-таки он приключился. И СГА побеждают 2-0 в Winner Bracket. И по сетке винов проходит команда Stey Green в грандфиналы. С чем мы их и поздравляем. Отличная игра от очень сильной и очень подготовленной команды. Ну, а теперь мы ждем, наверное, финала в Лузер Bracket, в которой команда ТДМ встретится с местной какой-то командой. Да, я забыл их название. Но скоро мы об этом узнаем. ТДМ, скорее всего, их победят. И мы опять встретимся с фаворитами этого турнира. СГТДМ надеюсь в гранд-финалах ждите. Остаемся через какое-то время. Продолжим наш замечательный лайвстрим прямо с GSL 2013 из Бангкока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!